Всем привет, с вами PL419. Решил сделать еще одно видео по Resident Evil 4 на Quest 2. У меня уже был первый взгляд, но сейчас я поиграл около 15 часов. Решил, что еще есть вам что показать. Несколько небольших механик, скажем так. Ну может поиграем полчасика. Такое неформальное видео, можно сказать. Значит, смотрите. Первая хорошая новость, то что в 2022 году для него выйдет дополнение на емните, которое было в оригинале, которое добавит нам аркадный режим на выживание, как я понял, из описания того, что Oculus пишет, что дополнение будет бесплатным. Это первая классная хорошая новость. И второе, то что если вы боитесь спойлеров, хотя тут какие спойлеры, сюжет есть, но тут все на английском. Я вам сюжет показывать не буду, но если вообще ничего не хотите знать об игре, то наверное лучше не смотрите видео, а просто сейчас я буду показывать, например, новые пушки, которые тут появились, двуручное оружие, покажу как работает. То есть сюжетов спойлерных, фу блин, спойлеров сюжетных надеюсь тут не будет. Мне надо показать вам несколько вещей. Вещь первая, это не вещь конечно, это Эшли. Если вдруг кто-то не знает, ну понятно по сюжету мы должны спасти Эшли, но для меня стало неожиданностью. Я думал, что мы спасем ее в конце, мы спасли не в конце, и тут важная игровая механика в том, что во многих миссиях она будет бегать вместе с нами. Это здорово меняет геймплей в принципе, потому что ее могут убить, если ее убивают, то игра заканчивается. Мне кажется, что это важная вещь, про которую должны знать. Я вообще не очень люблю миссии с наемниками, так вот здесь, ой, наемниками, напарниками. Так вот здесь, в общем, уже половину игры я бегаю с ней. Я поскольку оригинал не играл, для меня это неожиданность, так что имейте в виду. Это номер один. Дальше, номер два я хотел вам показать инвентарь. Как он тут работает, я показывал его в том ролике, можете посмотреть. Из важного, то что я не знал тогда и то, что знаю теперь, во-первых, мы можем на любой предмет навести, нажать Y и почитать описание. Например, мы можем узнать, что если смешать зеленую и желтую траву, то мы получим восстановление максимального здоровья. Делается это следующим образом. Так вот на геймп выбрал, навел, отпустил. А кстати, давай-ка смешаем. У нас важная вещь в том, что инвентарь нужно правильно укладывать. Вот видите, если тут будет разнобой, например, какой-нибудь вот такой вот, то какой-нибудь условный пистолет сюда уже у вас не вместится. Поэтому периодически, особенно когда расширяется чемодан и когда появляется новое оружие, надо заниматься тем, что вы перекладываете с места на место вот эти штуки. Это прикольно, в принципе. Можно положить вот сюда, если там что-то перевоперовать и вернуть назад. Я думаю, понятно, даже просто с этим прикольно повозиться. Как видите, у меня куча оружия. Я думаю, что это не спойлер, то что тут появляется гранатомет. Я не знаю, правда, зачем. Я пока не дошел до этого. Что-то еще было. А, как двуручное оружие работает, хотел показать. Сейчас. Значит, у меня вот этот пистолетик есть. И я, когда обзор делал, предположил, что двуручного оружия здесь нет. Так вот я был не прав. Оно тут есть. Да, кстати, когда наешли наводишь, она присаживается. Сейчас покажу, как оно работает. Например, вот ружье. И видите, тут уже, то есть, ну, понятно, что если хочешь с одной ручей стрелять, то его будет отдачей кидать. А так фиксируешь. Ну, в случае с ружьем, не знаю, может и стрелять. Какая разница. Пошли в коридор, сходим. Что-то не летает. А если держишь, то... Да, и чтобы его перезарядить, надо сделать вот так вот. Так что с двуручным оружием тут порядок. Единственное, к этому надо привыкнуть. В пылуубое, когда на тебя бегут враги, не успеваешь часто перезарядить. Поэтому прокачку сейчас тоже покажу. Вот, это про двуручное оружие. Это была вещь номер три. Что-то еще вам хотел рассказать. Про барыгу хотел рассказать и про ближний бой. Так. А, ну, снайперку давайте покажу заодно раз уж. Снайперка здесь мне не очень нравится. Сейчас скажу почему. Потому что, когда с нее начинаешь цариться... Она, кстати, тоже двуручная. Тут на X можно приближать, отдалять. Вот, видите, зум. Проблема в том, что... Вот она вроде нормально, но в бою бывает, когда начинаешь цариться, не сразу этот прицел подхватывается и не очень удобно. Ну, в принципе, можно приловчиться. Вот, видите, сейчас отскочил прицел. Хотя, казалось бы, что ему отскочивать. А еще часто вместо, блин, зума на X, жму на Y и приходится перезаряжаться. Это дико бесит, когда у тебя там на время идет счет. Передерну. Так. Вернем назад наше помповое ружье замечательное. Что там сейчас про барыгу, да? Покажу, как тут работает прокачка оружием. Потом куда-нибудь вон сходим. Я не знаю, я дальше не играл сам. На вопрос, что ты тут делал 15 часов, это где-то сейчас середина игры. Это не потому, что я такой тормоз. Хотя, поэтому тоже. Это потому, что некоторые моменты... Я не могу сказать, что на норму ли игра прямо очень легкая. И некоторые моменты хочется пройти без потерь. Например, в галерее я три раза ее переигрывал. Я ее все три раза проходил, но, грубо говоря, вот у меня сейчас из лечилок тут раз, два, три, четыре. И бывает какую-нибудь миссию ты играешь, и у тебя ты все эти, блин, четыре лечил, ты схавал, и ты знаешь, что следующую миссию ты можешь не пройти, потому что лечиться тебе нечем. Причем, живой пример из чата сейчас, товарищ, как он говорит, по-моему, дошел до момента 5-4. Кстати, непорядок. Дошел до момента 5-4 и кончились патроны, что хочешь, то и делай. Тут в игре как? У барыги можно купить только лечилку, и то не всегда. Вот он, барыга стоит, периодически на карте показано, где можно купить. Сейчас покажу. Вот эти значки, вот это М-ка, это продавец, С-ка, это чекпоинт. Не чекпоинт, а машинка, в которой может сохраняться. Они периодически по карте разбросаны, тут у вас будет по разным местам кидать, вот тут они стоят. Ну, в общем, их можно найти, этих продавцов. Сейчас я покажу, как с ними взаимодействовать. Подходишь? Здорово, чувак. И здесь вот такая механика. Ему можно продавать что-либо. Если есть что, обычно продаешь ему всякие камешки. У меня сейчас нечего продать. Я продал все, что можно. Сокровище, когда ищешь тут продаешь ему? Можешь у него покупать новое оружие, но патроны ты у него не купишь. В лучшем случае ты можешь купить у него вот этот вот спрей лечащий, и то он не всегда бывает. Поэтому как бы надо следить за жизнями и за патронами. Это вообще игра, где у тебя могут кончиться патроны, да. У тебя могут кончиться жизни. Чемодан. Советую улучшать чемодан, потому что чем дальше, тем гранатомет не влезет иначе. И продают эту самую карту для, вот, трезвурмап, карта с сокровищами. Когда вы будете играть, покупайте эту карту. Там оно и на первых уровнях будет, она вам будет показывать на карте звездочки. Сейчас покажу. Вот. Вот здесь лежит какая-то штука дорогая, которую можно будет потом этому чуваку продать. Поэтому покупайте. Кроме того, помимо того, что ты покупаешь у него оружие, это оружие можно улучшать. Берешь, например, пистолет. Слассный, кстати, пистолет. Но здесь улучшать нечего сейчас. Что-то можно было снайперку. Вот, значком показывается он, видите, мигает стрелочка, показывается, что мы можем улучшить. Берем. Блин, а кто не закрыл? Там сигнал проводит. Вот. За денежку можно улучшить силу огня, но я не буду этого делать, потому что я редко снайперкой пользуюсь. Смысла как бы нет. Ну и там емкость магазина, да? То есть вот так вот в этой игре работают улучшения. Я сейчас, по-моему, мне ничего не надо. У меня все улучшено. Гранаты не помню, показывал или нет? Вот. Что-то еще было. Что-то еще было. Я шли смешивания, двуручное оружие, барыга, снайперка. Ну и Брежний бой, надо показывать бою. Пойдем сейчас. Нам по карте надо идти по сюжету дальше. Куда нам надо туда? Ой, на А карта. Нам надо идти... Вот там закрыто. Нам надо сейчас в правую комнату и в левую комнату. Я не знаю, что нас там ждет, но, как я сказал, видео такое. Сейчас чуть-чуть поиграем. Мне интересно, можете, в общем, выключать. Вот там у нас... Нет, не там. Там есть проход. С основным коридором. Да, Эшли можно управлять. Вот что надо еще показать. Смотрите, на правый триггер нажимаем. У нас появляется... Теперь стрелка, можно сказать... АВАЙТИПАЖДЕ, она будет стоять вот здесь. Это полезно, когда ты идешь вперед, ты не знаешь, что там тебя ждет. А, как я сказал, если она погибает, то игра заканчивается. А когда тебе подозвать, так же на триггер, на стрелку. В ФОЛОВМИ она приходит. Это удобно. Проблема в том, что, например, я не могу сказать ей, останься здесь, а самому пойти в комнату, которая загружается. Она перенесется вместе с тобой. Так что вот нам надо сейчас испытать эти две... Исследовать эти две комнаты. И там можно... Вот центральный этот коридор, куда нам надо пройти. Но у него тут, да, кстати, вот можно посмотреть на окружение. Вообще, вообще, интересная вещь в том, что когда я начинал этот первый взгляд, я же думал, что тут только деревня это. И все в этом стиле, а нет. Тут на самом деле разного рода интересные декорации. Потом появляются замки и прочее. Вот, здесь на подходе подходим. Нам надо положить в руки этим чувакам... Я так понимаю, два ключа. А два ключа надо взять вон там. Пойдем сходим. Да, видите, как тут ветер сделан. И ешь ли, пошли. Вообще, игрушка мне, конечно, понравилась. Я купил. Да, еще хорошая новость в том, что если вам будет мало основного контента, когда вы пройдете игру, у вас откроется новая игра плюс со всеми оружием, со всем прокачанным дипломатом. И враги будут сильнее, вы сможете перепройти, если хотите, второй раз. Поэтому она сейчас уже стала самой продаваемой игрой на квест 2. Там видно, как небо пережато, кстати. Ну ладно. Уже сейчас она стала самой продаваемой игрой на квест 2. И я, как там, где-то там мои 2000, я не жалею об этом. Так, там у нас, там у нас бронемастерская. Я не знаю, что нас там ждет. Ну, пойдем прямо так. Сейчас, я хочу вам еще показать ближнего, если будет на ком его показать. Там я пропустил. Это важный момент геймплейный. Потому что, как я сказал, надо экономить патроны. Вот у меня такое чувство, что на те штуки сейчас оживут в какой-то момент. Тут надо экономить патроны. Их не так много. По крайней мере, я играю на нормале. На аизе может быть все попроще. О, кат-сцены начинаются веселуха. И-и-и. Ладно. Я понял. Я понял. Я уже видел такое. Так. Нам вон туда. Ну-ка. Тут лучше всегда ходить. Что, сейчас кони прыгать начали? Серьезно? Так. Ну, понятно, что должна бы сейчас какая-то дичь случиться. Патроны. Для ружья. Не просто так они тут для ружья, эти патроны. Там в середине какая-то кнопка. Вот, можете посмотреть на интерьеры. Самый первый взгляд, который я посмотрел на деревню, он нифига не отражает то, что мы потом имеем в игре. Ну, вернее, деревня это уровень, но он заканчивается. И потом там будет не деревня. Так. Лечилка. Ну, окей. Мне кажется, сейчас вон те кони начнут прыгать. Что-нибудь в этом роде. Ага. Сейчас будет жара. Пока идет катсцена, можно перехватить оружие. Это хорошо. Ну, да. Что-то подобное я ожидал. Что-то у них по-хрену, блин, этим чувакам-то. Как их бить-то? Что меня сейчас давали? Так, тут надо подумать. Я потом-то вырежу, наверное, свои думания. Может, с автомата по ним пострелять. Ой, с автомата, с автомата, с автомата. Еще мне надо полечиться. Можно либо сожрать зеленый, но это мало. Либо сожрать тоже мало. Проблема в том, что когда первый раз... Вот, например, сейчас я не знаю, как бить этих чуваков. Но у меня, кроме, блин, ну, не гранатомер, пусть будет автомат, ладно? А, о-о-о, обошла за рак. Лежку свали оттуда. Вот автоматы пригодились. Это было несложно тогда, помню, как. Блин, мне эти... О! Вторая серия. Ну, сколько, сколько сейчас тут чуваки? Значит, патроны кумны, окончились патроны. Какого-то логоварить. С теми, что-то думаешь-то. Хорошо, что они агрятся на меня, а не на меня. Все, это плохо. Так. Хорошая новость в том, что можно переключиться. Ну, блин, ружье остается тогда. Выбор небольшой. Ну, иди сюда. О, ты, блядь. Если есть возможность, сразу... Еще. Сразу перезаряжайтесь. Кажется, все. Ну, это было не так, чтобы сложно. Ну, прикольно. Это денежки. Собираем их. Так. Проблема в том, что я перевел все патроны от автомата. Как я сказал, ты их не купишь. Только найти можно. И жизни ты не купишь. Можно только найти. Ну, ближний бой я не показал, потому что... Против рыцарей ближний бой с ноги. Это так себе. Так, а здесь, по-моему, мисенка. Да. Здесь все. Я, видимо, забрал ту хреновину. Сейчас посмотрим, которая нам нужна для входа. Ключи. Да, вот. Это одна штука. Пошли вторую искать, значит, сейчас. Так. Презарядиться. Все, типа, жарные. Здесь, кажется, все. Сейчас еще на выходе, блин, будут, наверное, прыгать. Если вам интересны какие-то подобные форматы, где я просто показываю какой-то игровой процесс внезапно, ни к чему не привязанно. Кстати, по ним можно стрелять. Вибрация отдается. Та, чем. Если вам интересны такие форматы, можете поставить лайк этому ролику. Я посмотрю тогда, если будет заходить, может, буду чаще такое делать. Сейчас я просто... Суббота, да, я думаю, поиграю в резик, а потом думаю, что мне записать заодно немножко, как я в него играю. Так, побежали, побежали отсюда. Может, кому-то это интересно. Ну, если не интересно, значит, просто будет очередной ролик на 100 просмотров. Так, нам отсюда надо свалить. Понимаю, больше тут делать нечего. Как бы я вам новые механики показал, которые я знаю. Дальше сейчас просто побегаем чуть-чуть. Вернее, некоторые я знаю, которые узнал. Так, тут еще одна, значит. Оружейное, наверное, что это. Второй раз у меня такое не прокатит, потому что патроны кончились. Конечно, можно ножиком, но, опять же, ножиком против рыцарей это плохая идея. Так, нам кажется, он туда. Тут больше нам ловить нечего, я так понимаю, да? Сейчас посмотрим. Там где-то сокровище катерило. Так, там дверь раз и дверь два. Вот наеш лежал, там показывается на карте. Да, ладно, сейчас. О, не могу открыть, потому что закрыто. Так, ладно. Тут еще иногда бывают закладочки. Вот у меня такое чувство, что сейчас, если я сделаю пуш, то чуваки живут. Но это не точно. Сейчас посмотрим. Тут тоже закрыто, наверное. А, нет. Ну да, можно с ноги, но... Вот он, пример катсцены, когда вот третьего лица, видите. Вот ближний бой сделан так же. Так. Попробуем пуш. Мне кажется, эти чуваки сейчас отживут. У меня что-то с ружьем нормально. Все, нормально. Надо куда-то передвинуть эту хрень. Это загадка, да, такая у вас? А, я даже знаю, наверное, вот эти штуки можно двигать вот на эти клетки, судя по всему. Сейчас будем пять минут тупик. Сейчас будем пять минут тупить, ну-ка. Ну да. Вот он. Причем я-то не знаю, какую куда ставить, ну-ка. Я-то не знаю. Не знаю. Надо было, кстати, сохраниться на машинке, тормознула. Ну ладно. Допустим, сюда. Вон, кнопка дожалась. Видели, да? А, только... А может быть, просто две сюда и две туда? Ну-ка, сейчас посмотрим. Такое тоже вполне возможно. Игрушка мне понравилась. Прям огонь, да? Но... Что-то там, брат, четыре всадника очищают твой пояс. Акс. А, вот, я понял. Сейчас мы эшли поставим на одну из кнопок. Ну, пойди сюда куда-нибудь. Стой. Стой. Ну да, это уже в какой-то степени спойлер-головоломка. Может перемотать. Хотя вы уже поняли, да, как... Наверное, это нагадка. Ага. Как полезно читать подсказки. Так, пошли. Там закрыто? Окей. Значит, нам туда. Скорее всего, тут сейчас будет какая-нибудь... Ага. О-о-о. Я думаю, что вы живете долго достаточно. Давайте посмотрим, если вы сможете преодолеть это время. Если вы не понимаете, что здесь происходит, не переживайте. Я обычно тупо читаю. Потом смотрю прохождение плоское на русском и... О-о-о. О-о-о. Вот. Чучело. Свалить. Ну да, будет странно. Ну-ка. Что-то случилось. А, все. Ну это так себе загадка. Ну, если бы не догадался стрелить в эти штуки, хотя это очень очевидно. По-моему, тут бы стало заливать водой. Больше тут ничего делать нельзя. Прикольно. Очень плавненько все играется. Кстати, это одна из дневных игрушек, которая работает в повышенном разрешении. То есть нативная на квесте 2 у нас 1440 на 1504. А это идет в 1700. С чем-то там на 1700, короче. Это можно проверить через Wearmetrics. А еще оно работает в 72 кадра. Ну, тут видно, да, что эта картинка. Так. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-нибудь происходит? Сейчас бабайка будет? Нет, что-то. О-о-о. Какие-то опасные кемты. Сейчас мы будем пытаться защитить. Я шли, видимо, от этого выйти. Оттуда не могу ведь, да? Что делать-то? Что делать-то? Еще бывает момент, когда далеко. Ладно, стырим сокровище пока. Точнее, не сокровище, а второй проход. Закрыто. Тут надо как-то... Уперли. Короче, надо было защищать ее. Ладно. То, о чем я говорю, не люблю миссии с напарниками. А тут вся игра такая будет сейчас. Эм. Это вот минус того, что они... А, ну, они хоть зачк... Блин, по-новой все. Ладно, я это вырежу. Ну, в общем, там суть в том, что надо будет сейчас, скорее всего, чувати вот отсюда идти. Надо будет защищать Эшли, чтобы они ее не уперли. Это уже было несколько раз у меня такое. Это миссия такая, ганебан. Это он бур? Окей. Ну, значит, стоим и... Кстати, я чувствую, что там... Что-то вибрирует. Но не то. Мне интересно, как эту дверь открыть. А! Надо как-то остановить эту штуку. Как ее остановить? Черт ее знает. Ее разорубило. Блин. Печально. Я не знаю, как быстро я додумаюсь, что там надо сделать. Иногда, да, хватается не то, что хочешь. Они сказали, в следующем году будет обновление, когда, может быть, самому слоты на себе там менять. Ставить нужно место. Так, что там может быть? Что там может быть? Вот бур этот появляется. Либо в комнате там можно что-то нажать. Либо стрелять в этот бур, я не знаю. А в комнате что тогда? Иногда бывает полезно вот так вот поводить рукой. Если есть какая-то интерактивная штука, в которую можно выстрелить, то ты почувствуешь на таче вибрацию. В данном случае... А, подожди-ка, фатил их. Ну-ка. Фатил вибрирует, возможно. Вот у меня есть какая-то отгадка. Нет. Это не отгадка, к сожалению. Может, просто стрелять в бур, я не знаю. Что-то еще. Хотя там типа чувати нарушили. Ну-ка, стоп. Тут надо понять, что происходит. Чтобы понять, снайперка не очень удобно в... Да, блин. Не очень удобно в стрелять, как я сказал. Но ее можно использовать в качестве бинокля. А, ну да, вон кинты, стоп. Сейчас мы их снимем. Да, блин. Вот о чем я говорила. Нашел же время, а? Сейчас я не успел. В общем, я понял даже, что мне сделать. С этим чувакова застрелить. Ну, я сейчас попробую просто с пистоли это пострелять. Снайперка, вроде хорошая задумка, но неудобная. Вдруг у меня получится больше. Иди сюда. Ну, а что ты сидишь? Ну, что я могу сказать? Это, блин, какой-то пипец. Я пять раз пытался использовать снайперку здесь. И все пять раз безуспешно. Хотя, казалось бы, для чего она еще придумана? Вот. Старый добрый пистолет помог. Да, нычка. Нычка. Это что-то... Наверное, можно продать будет. Да, бочечки не забываем бить. Бочечка, ропте. Ой. И вот сейчас важный момент. Видите, я попытался перезарядиться и забыл об этом. не довел дело до конца. А теперь это бывает в бою, когда не завершил. Все. Это, я не знаю, бах это. То есть я не могу передернуть. Как бы старая бойма выпала, а новая нет. Не вставилась. Надо повторить. Это не является проблемой, но в полу боя ты можешь пропустить этот момент. Это будет выбешивать. Так. А мужик, что-то еще есть хорошего? По-моему, все остальное неинтересно. А, вот еще. Еще бочечка. Еще один камушек. Так. А где я шли? А, вон она. А, ну да. В этот раз же я не брал. Вот эта штука нам нужна, чтобы пройти дальше, скорее всего. Ну, тут, по-моему, все. Ну-ка, сейчас. Не забывайте посмотреть карту. Вдруг что-то пропустили. Те же самые сокровища имеют свойство тут отображаться. Так. Ну, сейчас мы, наверное, выйдем в тот главный коридор и дальше. И дальше. Сколько я тут уже записываю? Полчаса. Так. И дальше, может быть, и закончим. Так как я не знаю, надо кому-то то, что я делаю или не надо, то такой экспериментальный выпуск. А где выход? А, вон он выход. А что там? Что за звук? Что за звук? Ладно. Так. А, в общем-то, и все. Пойдем вставим сейчас эти штуки. Но нет. Прежде чем вставить эти штуки, надо пойти сохраниться на машинке. Я заколебусь, чтобы там по-новой переигрывать. Интеллектуальные названия, как видите. Так. В принципе, пофиг, какой слот. Вот это меня еще раздражает. То, что прокрутка работает крайне странно. По одному разу им надо. Ё-моё. Или вот так вот зажать. Какой там у меня был, я не помню. Ладно. Пускай быть 17-й. Даже никакого не буду называть. Вон, даже 17 часов у меня время. Ну, поняли. Потому что в некоторых местах можно затупить. Вот как я сейчас затупил с той снайперкой. Потому что стреляешь, а ни хрена не происходит. А где здесь выход? А, вон там дальше. Сейчас вам покажу ближний бой, зато. Наверное. Так. Ну, и кто там стоишь? Ну, да. Ой-ю. Вот это вот тема. Да, еще можно тут же сразу сделать вот это. Потому что он сейчас встанет и отживется еще. Блин. Так, ну-ка, стоп. Тут пошла такая пьянка, потом еще я это покажу. Лай. Вот, ништяк. Так, это надо. А, мне даже лечиться не надо. Хорошая вещь. Угненные гранаты. Так. Вот для этого надо было стрелять атак там, иначе бы покрошили бы ее, я бы проиграл. Так, ну что, сейчас покладем сюда эти штуки. Ага. Я не знаю, что там за дверью. Скорее всего, я на этом, в принципе, и закончу сейчас. Может, там какой-нибудь батик, а может, нет. Так, сейчас что-то будет на этой дверью. Ну-ка, что у нас на карте? На карте у нас... А, кстати. Ну, я подозреваю, что вот в этом зале будет какая-то дичь, скорее всего. Смотрите, глянь, что там. Я вот не очень, не надо. Надо было за сэвице вернуться опять же. Чтобы по новой не бить тех чуваков. О, кстати. Я чувствую, что там будет сейчас какая-то жесть, потому что вот раздаёт патроны. Ай! Ещё тут бывает вот так, да. Собака. Да, сдохну. Хотя, было проще её зарезать. Почему из змеи выскативают куриные яйца, я не знаю. Так, тут надо быть готовым, потому что зарядку проверить на всё. Что, даётся мне, что в том зале нычка? Нычка? Нет. Да. Почему не подсвечивается? Блин. Это, конечно, запаривает хватать оружие. Патроны вместо оружия. По-моему, больше ничего нет. Просто увидел, что дверца подсвечена. Значит, там что лежит? Выглядит для мобильной игры охрененно, честно говоря. В общем-то, забываешь, что играешь в автономку. Очень здорово я сделал на всё. Так, ещё. туда можно выйти, ну-ка, ну что там? А, а нам, наверное, туда и надо, потому что нет. О, кстати, в жизни. Можно что-то миксовать там сейчас. Ну, тут можно замиксовать красный и зелёный. ещё у меня почти закончилось место. Вот видите, сейчас сюда могло бы войти второе яйцо, если бы оно было. Так, а может там проход сейчас, а может и нет. Сейчас узнаем. Ну, зато и прыгнуть. Ближний бой заценили, Это классно. Так, а что ж там наверху тогда? Я не хочу лезть в ту хрень, залезть вот так и тут, и тут, и тут, и тут. замок извне. А там у нас на карте, а там у нас на карте. Вот этот проход. А, скорее всего, спуск в зал всё равно будет, там сокровище лежит. Хорошо, пойдём сходим на сокровище. Огонь горит. Прикольно. Так. Да, выглядит всё здорово. Да, там спуск в зал будет. Короче, он, вот эта штука, её в следующий раз как-нибудь потом сейчас не готов с ней драться. Это чужое против хищного. Там будет что-то сложное. Ладно. Пойду я засейвлюсь и пока хватит. Такой вот ролик, если ролик был интересен, полезен, ставите лайк. Надеюсь, спойлеров вы не нахватали тут. Да, вот эти катсцены когда она выско... Блин, я же вышел вроде. А, правильно, я вышел. Перед выходом всегда сохраняйте, потому что в игре только сохранение на машинке. чтобы потом по-новой все это не переигрывать. Вообще, после крупных драк лучше сохраняйтесь. то сейчас проиграю, придется всех чуваков по-новой ебить. Ну, вот так вот, если кому-то интересно, ролик был полезен, хотя, может, был прямо туда засыпется. Если кому-то ролик был полезен, интересен, ставьте лайк. Если будет какая-то реакция, может быть, буду еще такое записывать. Хаосов террор, да, пусть он и будет. Рекомендую, покупайте по скидке с купоном. Если не знать, куда деть купон, 2000 нот. Я купил, да, 17 часов играю. Вот обновление. Будет новая игра плюс, если вдруг мало. Понятно, что если не растягиваете там, по-моему, часов за 12, целиком проходится. Но я здесь сейчас на середине. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, переходите на сайт, там будет больше приложений для Oculus Quest 2, в том числе оставлю ссылочку. Ну и ставьте лайк, если было интересно. До новых видео. Пока.